Вейв Автопарк компании Walmart, крупнейшего розничного продавца в мире, насчитывает свыше 7000 грузовых автомобилей. Так что нет ничего удивительного в том, что именно этот бренд стал инициатором разработки принципиально нового футуристичного грузового транспорта. Тягач плюс полуприцеп получил название Вейв. Расшифровывается аббревиатура как «Продвинутый опыт работы с транспортом от Walmart». Согласно задумке, он призван сократить транспортные расходы компании. Вейв имеет улучшенные аэродинамические показатели, они выше на 20% по сравнению с прошлой моделью, которую использовали в Walmart. Основным материалом для изготовления корпуса стало углеродное балакно, благодаря чему уменьшился вес тягача почти на 2 тонны. Дополнительное преимущество — гибридная силовая установка, снижающая расход топлива. Оно, кстати говоря, может быть практически любым. The Mill Blackbird Специфика съемок рекламы и кинофильмов такова, что далеко не всегда выходит получить в распоряжении живой, нужный автомобиль. Долгое время это было проблемой и настоящей головной болью, однако сегодня все изменилось. Британская компания Mills кооперировалась с американцами из GMM FX Incorporated, чтобы создать вот такую удивительную тележку Blackbird. Она представляет собой колесную базу, которая после цифровой обработки способна превратиться в абсолютно любой автомобиль на планете. Причем изображение получается настолько реалистичным, что заметить подмену не получится даже у профессионала. Blackbird имеет изменяемую конструкцию. База, колея, подвеска, силовой агрегат и многие другие детали подстраиваются под параметры автомобиля, которые нужно сымитировать. Дальше в работу вступают камеры кругового обзора, 3D-сканеры, датчики захвата движения и некоторое другое специфическое оборудование, установленное на борту. Их задача — сбор информации о движении окружающей среде. Именно она впоследствии позволит добиться на 100% реалистичных теней и отражений. Blackbird копирует динамические характеристики нужного автомобиля. Настраивается даже электромотор. Другими словами, это идеальный инструмент, каждая деталь которого продумана и доведена до совершенства, чтобы облегчить и улучшить работу мастеров компьютерных спецэффектов. Использование Blackbird позволяет существенно снизить издержки производства видеороликов. Mandy Moog M545X Презентация этой удивительной спецтехники состоялась в 2019 году. С того времени прошло чуть больше года. Однако модель M545X от швейцарской компании Mandy Moog уже успела зарекомендовать себя как очень мощная, эффективная и чрезвычайно перспективная. Со стороны этот шагающий экскаватор больше всего напоминает паука. Уникальная конструкция подвижного шасси позволяет ему работать там, куда любая другая техника попросту не заберется. Колеса подстраиваются под неровную поверхность, даже если рельеф местности агрессивный. M545X идеален для крутых гор, леса, а кроме того способен работать даже в воде на глубине до 2,5 метров. Дополнительную стабильность и повышенный уровень безопасности обеспечивают опорные лапы, которые устанавливаются в передней и задней части техники. Но это еще не все. M545X универсален, подстраивается практически под любые задачи. Все потому, что работает с 15 видами навесного оборудования. Максимальная глубина копания превышает 6 метров. Длина стрелы достигает также 6 метров. Максимальное усилие подъема стрелы варьируется от 4 до 10 тонн в зависимости от длины стрелы. Мощность – 155 лошадиных сил. Карго-Лоада РСП-75 Очень часто здания, в которых находятся грузовые помещения типа складов, строятся на высоком фундаменте. Иногда такая особенность сильно усложняет процессы погрузки и разгрузки, так как грузы приходится поднимать и опускать по лестнице. Решение проблемы предложила немецкая компания Рутман. Карго-Лоада РСП-75 – это легкий компактный грузовик, кузов которого способен подниматься на высоту до 1,6 метра. Таким образом, его положение подстраивается под высоту фундамента, чтобы они находились на одном уровне. Процесс погрузки и разгрузки значительно ускоряется и упрощается. Дополнительное преимущество – изменение высоты отнимает буквально несколько секунд. Еще при относительно небольших размерах Карго-Лоада РСП-75 обладает впечатляющей грузоподъемностью – около 3,2 тонн. Примечательно, что с каждым годом данная модель грузовика приобретает все большую популярность. Она справляется с самыми разными логистическими задачами от перевозки продуктов до транспортировки мебели. Производитель заявляет, что хотя покупка РСП-75 и обойдется дороже, чем оборудование стандартного грузовика гидробортом, Карго-Лоада в конечном итоге окажется более выгодным приобретением. Он позволяет работать продуктивнее, имеет низкие расходы на обслуживание и быстро окупается. Пелфинго PCC 57.002 Стремительно растущие большие города диктуют свои требования, которые приходится предъявлять к технике специального назначения. В частности, машины должны быть крайне компактными, чтобы проезжать под арками, а в идеале умещаться и внутри зданий. PCC 57.002 – техника, разработанная австрийской компанией Пелфинго, как раз для того, чтобы идеально подходить для работы в городе. В транспортировочном состоянии высота крана не превышает 1,9 метров, а ширина – 2,7 метров. Это значит, что он может проходить не только через арки, но и через некоторые дверные проемы. Так видео демонстрирует работу крана внутри крупного торгового центра. PCC 57.002 не занимает больше одной полосы на дороге, не мешает перемещению других участников дорожного движения. Дополнительное преимущество – кран может перемещаться горизонтально вбок, используя для этого выдвижные опоры. Во-первых, это позволяет забираться даже в труднодоступные места, работать в максимально стесненных условиях. Во-вторых, гусеницы при движении не повреждают деликатные поверхности пола. Эти же опоры регулируются по высоте, чтобы стабилизировать кран на склонах неровных поверхностях. Ко всему прочему, PCC 57.002 способен поворачиваться вокруг своей оси, имеет функцию дистанционного управления для большего удобства. Высота подъема стрелы – 21,5 метров, максимальная грузоподъемность – 18 тонн. Хамдинга Последний транспорт с удивительными способностями из нашего сегодняшнего списка представляет собой автомобиль «Амфибию». Эта машина, которая ездит по дорогам общественного пользования, однако всего лишь за 5 секунд способна превратиться в полноценный катер. Скорость движения по суше составляет 128 км в час. По воде Хамдинга движется медленнее, однако от скорости в 48 км в час все равно захватывает дух. Производитель предлагает несколько конфигураций, так что вместимость варьируется от 2 до 9 человек. Поэтому она пригодится как для личного использования, так и для коммерческих целей. Например, Хамдинга можно оборудовать как спасательный, развлекательный или туристический автомобиль. За плавность хода в воде переживать не приходится. В автомобиле реализована запатентованная технология складывания колес, так что во время плавания они не выступают и не мешаются. Сопротивление воды сведено к минимуму. Специальные датчики следят за тем, по какой поверхности движется Хамдинга и не допускает складывания колес на земле. Дорожный просвет составляет 25 см. Производитель заявляет, что Хамдинга не просто автомобиль. Это машина, которой, ко всему прочему, не страшно бездорожье. Высота 2,4 метра, ширина 2,3 метра. Благодаря таким параметрам автомобиль-амфибия не застрянет в дороге, даже если придется ехать по тоннелю. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете! Субтитры создавал DimaTorzok